друзья мои всем большой привет я рада что вы снова ко мне заглянули на канал сегодня будет на самом деле видео больше болталка и немножко покажу что я сшила и какие ближайшие выкройки я для вас подготовила начну с того что же мы будем шить для нас для дам но прежде чем показать что же я все-таки сшила я немножко расскажу как проходит у нас режим карантина я в одном из предыдущих видео говорил что наконец-то видео будет больше но на самом деле пока что ничего не получается почему потому что сейчас ребята сидят дома то есть все свободное время уходит на них и к сожалению время для творчества остается мне только когда ночью в инстаграм я уже много раз говорила о том что я шью сейчас не только шью но и работаю по выкройкам работаю с сайтом который сейчас мы активно это делаем с 12 примерно до 4 5 утра к сожалению другого времени у меня сейчас просто нет я все прекрасно понимаю что надо ночью спать но днем все время я нужна детям все время что-то надо даже если я пытаюсь днем поработать вроде бы ты настроился на работу ты все установил свет все заправил машинки включил парогенератор и только ты садишься записывать что-то ты нужно то дочке покушать то другой я не буду говорить те слова которые я произносила в инстаграм потому что в инстаграме stories удаляются через сутки а здесь видео останется этому к сожалению и сейчас вот такой у меня режим из-за того что я получается ложусь поздно а может быть уже и рано утром я не высыпаюсь сколько бы я не спала я могу спать до 12 я встаю абсолютно не выспавшаяся потому что я все прекрасно понимаю что меланин вырабатывается в организме только с 11 до 2 и сколько бы я не спала я все равно буду сонная и вот сейчас я думаю как мне возвращаться к нормальному режиму работы потому что раньше можно было даже детей отправить допустим у бабушки если на больничном то сейчас мы сама изолировались просто от всех да и моя мама она медик она рекомендовал нам просто никуда не ездить сейчас и оставаться дома поэтому мы сидим дома я очень надеюсь что в ближайшее время все наладится и жизнь вернется к прежнему режиму снова мы сможем с вами много творить нет я конечно шью я просто не успеваю монтировать и делать все остальное тем более сейчас сама стала делать выкройки вот как раз детские бесплатные выкройки дина ветровка куртка бомбер я делала сама взрослой модели пока что для меня делает конструктор потому что не потому что мне опыта не хватает потому что мне так будет быстрее вот и сейчас на мне я начну наверное как раз обзор с этого изделия не знаю как его показать вам в полный рост это вот такая вельветовая рубашка мне она безумно нравится я сейчас подогнула вот так рукава потому что очень жарко сидеть перед софтбоксами такой рукавчик со складочкой здесь разрезик на кнопочки можно на пуговки сделать и вот такие асимметричные интересные кармашки там деле вот идея с карманами так сейчас я камеру чуть-чуточку наклоню эту идею с метричными карманами я увидела в одном из шоурупов еще по моему наверное в начале зимы и мне так запала в душу вот эта асимметрия что я решила сделать именно так конечно же вы пожелали сможете сделать либо два вот таких кармана либо два кармана с клапаном либо просто пришли клапаны если вам не нужны карман потому что по сути мы сюда складывать ничего не будем это чисто декоративный элемент эту рубашку я сшила первой и мне не понравилась посадка рукава почему потому что все-таки вельвет он такой видите жестковатый материал он не струится не ложится гладенько макет я сшила из бязи и бязь была довольно таки мягкой лишь напоминающая сатин и там посадка была совершенно другая я написала своему конструктору мы с ней посовещались я начертила примерно что я хочу поменять она дала добро склада давай попробуем то есть мы поменяли и окат рукава и пройму и я прямо распорола все рукава и все передел и теперь смотри какая красота мне мне очень сейчас нравится ну и плюс еще одно изменение мы добавили немножко свободу в бедрах потому что эта рубашка все-таки предполагается как второй слой одежды как ветровка вот в таком вот виде я буду носить то есть не на голое тело и чтоб можно было поднять что-то надеть плюс джинсы с высокой посадкой тут ремень джинсы достаточно объемная и чтобы в бедрах ничего не сковывала качество этого вельвета она просто идеально и сейчас я вам покажу вторую рубашку которая уже откорректирована шита уже с изменениями и по сути она в рукаве сидит точно так же как на мне это здесь у нас просто уже готова выкройка не нужно быть ничего менять и добавлена ширина в бедрах я сейчас тоже померю на себя покажу вам в принципе сидит она точно так же но чем мне на не нравится вот этим вельветом на самом деле вот по-моему даже этот вельвет стоил дороже чем этот хотя этот но он такой шикарный этого такой крупный рубчик у него идеально гладкая изнанка давайте сейчас не покажу покажу вам изнанку у него идеально гладкая изнанка вельвет настолько хорош вот такой с лицевой стороны крупный рубчик и вот такая изнанка смотрите она абсолютно гладкая и шился этот вельвет очень хорошо то есть конечно он махрился по срезам но не критично и хотя и вот когда я подшивала низ ведь здесь двойная подгибка но я все равно края обметывала но не все срезы так таким образом обрабатывала потому что потому что забыла что хотела сказать вот этот вельвет когда я его впервые взяла в руки и поняла что это самое отвратительное по качеству ткань которую я держала в руках но к сожалению мне пришлось сшить рубашку именно из этого вилета потому что мне другого просто нет я брала именно два отреза на рубашке я знаю что все но с первого раза возможно не получится сшить идеально все равно мы будем носить какие-то корректировки и вот у меня был еще такой вельвет возможно макет надо было шить именно из него но у меня к нему душа вообще не лежала смотрите почему смотрите и не знаю разглядите ли вы изнанку вот так вот очень хорошо камера ловит смотрите он весь внутри в таких вот катышках на самом деле было все еще хуже вот этот вот эти катышки они просто оставались на всем вот сейчас я делала фотосессию и в принципе против футболочка чисто до этого все вещи были просто напрочь в этом ворсе у него страшно осыпаются края когда я делала воротник вот эта стоечка несмотря на то что она проклеена край настолько сильно размахрился что я просто с трудом подогнула припуск и пришила кстати пришивала я здесь вручную вручную здесь здесь все полностью вручную потому что от строчки на такой ткани смотрится некрасиво вот здесь все полностью вручную пришита и то же самое на манжетах рукавов сейчас покажу вот здесь все 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 прошито вручную на самом деле я довольна я безумно довольна обеими рубашками как они сели вот единственный минус что ткань немножечко не та которую я ожидала я не знаю вот вам покажу еще вот смотрите видите кто там аккуратно кто там и еще один минус что но это уже как сказать мой минус мой косяк я не знаю здесь проклеена все тонким дублерином они плотным видите как он какой мягкий потому что плотного дублерина больше нет и даже вот эти планки проклеены не дублерином а клеевой паутинкой и все приклеено чтобы немножко стабилизировать ткани потому что как я сказала она сильно осыпаться я побоялась что кнопочки потом все повылетают здесь у меня уже все на дублерине но все равно даже с дублерином я все приклеена на паутинку я все подробно потом покажу в видео уроке по пошиву рубашки выкройка у нас уже готова мы сделали градацию пока что до 54 но уже мне в инстаграме написали что нужен 56 размер и 56 сделаем пока что все потому что я не знаю как сядет рубашка на 60 то есть вот так вот свободно как она сидит на мне к сожалению на больших размерах она сидеть не будет силуэт будет сыну более полу прилегающий потому что формы уже другие еще я вам обещала кстати рубашку примерить сейчас я быстро это сделаю прикину цвет очень красивый и так вот на этой рубашке неудачные кнопки они почему-то очень слабые не держится мне нравится что манжет такой достаточно свободники то есть я могу немножечко рукавчик вот так вот натянуть мне очень нравится как вот так сидит как вам показаться я потом сделаю фотографии точнее их уже сделала я потом их смонтирую и уже в видео с пошивом вставлю пока просто хочу вам показать вот такая вот рубашка здесь уже свободы в бедрах больше и сидит лучше мне очень нравится когда вот такие рубашки носят с ремешками но это уже конечно не на мою фигуру она более стройных вот на 42 размере допустим так 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 просто вам прикину покажу вот так вот когда одевают их с поясом не буду застегивать просто просто вот так вот завяжу когда носят вот так с ремешками это смотрится просто супер конечно застегнуться и наталью конечно не на мне не на моей фигуре 46 размера посижу еще в этой рубашке перед вами принципе неплохо многие писали в инстаграм что нужна подкладка но сейчас вообще не знаю где что покупать не знаю если у вас работает магазин это очень классно еще из ближайших новинок вот такая толстовка детская это толстовка косуха футер трехнитка начес на манжетах и с капюшоном это выкройка на самом деле полностью готова давно и давным-давно должна была выйти в свет но в тот момент когда я уже хотела ее публиковать у другого конструктора вышла выкройка с точно таким же названием да там вышел трикотажный костюмчик детский но название было такое же имя и я решила что я не буду под этим же именем выпускать и все свои раскладки то есть уже готовые файлы которые были полностью с описанием просто удалила и теперь мне надо снова садиться менять во всех размерах название всех деталей к сожалению в программе валентина только так то есть я не могу зайти поменять название и на всех деталях в раскладке поменяется название нет придется вручную менять на всех деталях во всех размерах вот такая вот красивая кофточка толстовка я не знаю скорее всего вперед выйдет рубашка а потом уже выйдет вот это вот детская толстовка вот такие кармашки мне очень нравится на сыне сидит хорошо ну сын у меня очень худой она на нем как такая как ветровка смотрится вот как вам не очень кстати нашла кусочек от этого и лета смотрите потом так выглядела созданки примерно у него были вот такие лохмотья и смотрите как осыпается край просто то есть в процессе пошила пока вот я эти детали все таскала по столу у меня воротник припуск воротника внутреннего вот настолько практически вот так же все замахлилась хотя я специально ничего не вытаскиваю вот видите вот он просто вот так осыпается поэтому когда я шила я уже потом и манжеты и некоторые детали обработала верлоком края потому что я просто не могла смотрите чтобы не заполучила просто бахрома к сожалению вот такого качества мне попало хотя юбочку я сшила из вельвета тоже мелкий рубчик там был просто совершенно не такое качество настолько идеально быть видео с пошивом рубашки я покажу вам кусочек вот смотрите видите что происходит все просто могу вот так сейчас сидеть и сделать бахромушки по всем сторонам так такое бывает жаль конечно у меня еще и осталось полтора метра по моему что я буду измешивать я не знаю и еще одна выкройка готова вот она лежит сзади меня раскроена это водолазка просто обычная базовая водолазка с небольшой стоечкой и по объему вот такая как на мне то есть мы с вами уже сшили футболку олеся футболка свободного кроя также есть мне выкройка футболки эмма то есть он среднего объема там есть прибавка по груди прибавка по бедрам вот здесь нулевая прибавка по груди 0 по бедрам 0 вот так покажу здесь конечно потали есть прибавка но в бедрах она ровно по бедрам и это вот по выкройке водолазки данную конечно модель я строила сама шила сама по своим меркам конструктором не сделала в электронном виде вот лежит выкройка водолазки но вы сможете сами сшить и не вот такую вот футболку просто сделав рукава какие вам надо видите тут рукав узкие прям практически по руке и здесь все в обтяжку но не перетягивает как знать есть выкройки водолазки у других конструкторов с минусом по груди с минусом по бедрам то есть там все в облипку тут у меня раскрою вот из такой лапши трикотажный трикотаж лапша вот будет одна черная будет одна водолазка вот такого цвета я даже не знаю какой-то цвет какой-то цвет бледно-сиреневый не назовешь но что-то вот в этих оттенках сошьем из этого без воротника просто горловинку сделаю как longsleeve а черную уже сошлю с воротником вот это из последних также готова выкройка утепленного жилета но нужно записать мастер-класс потому что шит макет готового изделия пока нет показать нечего также будет куртка бомбер вот она буквально напротив меня на столе лежит и нет на платье но что-то платье вроде сначала не загорелось этим платьем и на самом деле должно было выйти еще 8 марта но уже у нас конец апреля а платье все нет потому что что-то я этим платьем перегорела теперь не знаю что с ним делать но я же за него уже заплатила конструктором я не знаю в общем я пока не знаю что с ним делать может быть я его как-то немножко перемоделирую вы что-то другое вот вот такие новости и кстати на этом карантине жизнь заставила сегодня взять и сама себя подстричь ну красить ладно как бы я всегда сама красилась я просто взяла вот так вот ножницы и 5 сантиметров отрезал волосы сильно отросли они мне сильно растут очень быстро и была моя первая такая вот прямо стрижка чтобы не просто кончик там какой-нибудь посеченный а прям взять так вот и подстричься я думаю что еще не это мы научимся сидя дома вот сейчас мне нужно снять покрытие с ногтей и для меня это проблема я не знаю как это сделать как я буду жить с короткими ногтями ну что что-то я тут заболталась в общем я рассказала вам все новости что мы будем ближайшее время с вами шить пишите в комментариях как вам эта рубашка понравилась ли пишите в комментариях как вам вот эта детская толстовка которую я строилась сама и кстати да я строила в программе валентина если кому-то интересная программа бесплатно но я покупала обучающий урок по валентине то есть просто так сесть и с нуля разобраться к сожалению не получилось хотя алгоритм построения точно такой же как вы строите на бумаге в общем кто хочет научиться сам строить выкройки электронные попробуйте подружиться с программой валентина а на сегодня у меня все и если вам понравилось это видео то ставьте мне лайки мне будет очень приятно пишите комментарии подписывайтесь на мой канал в youtube и не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео вступайте в группу вконтакте там сейчас у нас проходит классный розыгрыш а также подписывайтесь на мой инстаграм в инстаграме тоже проходит розыгрыш всех люблю всех целую всем пока пока